Всем привет из Калифорнии! Всем моим друзьям, подписчикам, всем-всем-всем, кто смотрит и кто попал на это видео случайно. Друзья, у нас дожди. Пока доехала до магазина, солнце вышло. Вот этот горшок я ведь себе оставила. Это настолько удобно, когда неохота зонт тащить. Вот этот вот горшочек. Одеваешь. Вот так вот. Вот так вот. И слушайте, это так удобно. У тебя дождь на голову льется, а тебя не мочит. Я сейчас выходила, когда из дома. Дождь шел. Думаю, что я с зонтом буду тащиться. Вот так вот. Он непромокаемый. Горшок. Раз снимаешь. Так вот. Складываешь. Лучше вывернуть, чтобы карман не намочил. Так вот выворачиваешь. И кладешь в карман. Вот тебе и зонт. Но сегодня видео не о зонте. Не о зонте. Не о зонте, да? А о том, что я заметила. Не знаю, может я не права. В комментариях напишите, но по крайней мере я на это обратила внимание. И это на днях сидела в Нельзя грамме. Лента обновляется. И раз, там ретро, такие каналы есть, и выскакивает Наташа Королева с Николаевым. И у них вот эти песни, там, русалка, еще другие. И прямо, ну так классно. У них такой этот был дуэт, тандем потрясающий. И прямо с Николаева творчество, это первое, она ему, видите, такую энергию давала. Он писал, она пела. Конечно, от того, что он развалился, мы, как зрители, потеряли очень многое. Потому что все, как-то это все затухло. Николаев, конечно, уже кому-то тоже писал там, конечно, песни. Но это уже все было другое. И он же Королевой перестал писать. И кто-то тоже писал. Были неплохие песенки, но вот этого вот, такой энергии, такого драйва, конечно, он больше наверняка в жизни не получал ни от кого. И много у нас вот таких пар, где мужчина встречает женщину моложе себя. И когда у них происходит слияние, то вот этот мужчина, он начинает творить. У него энергии столько появляется. И неважно это. Вот Николаев стал песни писать. Табакова возьмем. Давайте все эти отбросим там. Нехорошие вещи. А когда он с Зудиной поженился, и вот у них родились дети, и он давал интервью, и он говорит, я, говорит, вот сейчас только живу, только потому что у него есть дети, ради кого есть жить. Молодая жена. И, конечно, он, может быть, возможно, за счет этого также и в театре творил до стольких лет. активным был. Но я вам еще раз говорю, давайте просто смотреть, как на творческую личность. Не пишите мне. О, он такой рассекой. Мы, знаете, со свечкой не стояли. Это мерзко. Даже не хочу это брать во внимание. С этим должны другие люди разбираться. Потом другие. Вот Авербух, да, с Лизой Арзамасовой. Арзамасова, по-моему, у нее фамилия. И также понятно, что он и без нее творил, но у него также вот сейчас дети родятся, и у него опять будет этот творческий подъем. И вот когда мужчины, особенно если они творческие, не только творческие, даже обычные мужчины, посмотрите, когда они уходят от своих старых жен, от прошлых жен, да, уже их возраста, когда, давайте назовем, их возраст ожен. И встречают молодых, они там начинают себе операции делать. Они там в зал начинают ходить, у желудки урезать. В общем, они за фигурой начинают следить. Рожают детей. Им же надо зарабатывать. У них опять эта энергия появляется. Они начинают больше зарабатывать. И у них получается вторая молодость. У кого разница огромная. Я говорю про огромную разницу, вот как у Николаева с Королевой, да, допустим, была. И вот когда мужчины такую пару себе находят, женщину, вот у них все начинает цвести в их жизни. Они начинают творить. И мы все получаем от этого творения, если это творческие какие-то люди, все мы, простые граждане, мы получаем от этого новые песни, новые спектакли, новую музыку. И что получается, когда женщина находит мужчину моложе. Также большая разница. Взять там Валиту Милявскую, взять эту Иванова, Лидию Иванову, по-моему. У Анны Ханны есть о ней видео. Также других певиц, женщин, просто из обычной даже жизни, без разницы. Все, если берет молодого мужчину, то смотрите, что начинается. То женщина начинает затухать. Она начинает всю свою энергию, деньги тратить на этих молодых мужчин, потому что его нужно поднимать, его нужно обеспечивать, нужно себя держать, хоть в какой-то форме, неважно, физическое, творческое, чтобы, не дай бог, не угас интерес к ней. Это же огромный труд, это психологически, ты постоянно находишься вот в этом состоянии, когда тебе надо, надо ему соответствовать, а то, не дай бог, он сейчас соскочит. И вот, вот эти женщины начинают на этого мужчину тратить свою жизнь. и в итоге что получается? Вот если Игорь Николаев и Наташа Королева, ну давайте их будем убрать, то от таких браков в принципе получается и другие люди получили, да, что-то, плоды творчества, и вот эти женщины, которые побывали в браке с такими мужчинами, они также очень много в своей жизни поймели. Ну, во-первых, с такими людьми, да, пожить, потом, естественно, они довольно-таки обеспеченный образ жизни ведут, потому что этот мужчина очень старается. А вот Петросяна взять забыла с молодой женщиной, посмотрите, что творит. Это у него все вот на этом подъеме, на таком, все у него там работает, все живо, и посмотрите, до стольки лет он уже дожил до приличного, и посмотрите, вряд ли бы у него это было все со Степаненко. Перескакиваю. Получается, что женщины, они остаются всегда в выигрыше. Если это знаменитый человек был, они остаются всегда у жена такого-то, с детьми, которые будут потом до конца жизни обеспечены. Общество, которое этот мужчина им дал, также они с кем-то там подружились, и у них останутся люди с этого общества уже высшего. А Гордон, Катя Гордон, вот так же, если взять, она тоже была замужем за Гордоном, посмотрите, потом уже все в твоих руках, ты это все можешь развивать гораздо легче, потому что тебе портфолио сделал вот этот пожилой муж, неважно, начальник завода или творческая личность. И что получается, когда мужчина младше женщины, это получается полная фигня. Женщина на него пахала все это время, он с нее все соки высасывал, она его все пыталась поднять, потому что ей же тоже нужно показать, что нет, он не Альфонс, нет, мы как знаем, это естественно Альфонсы женятся на таких женщинах, ну, согласитесь, по любви это бывает очень редко, и поэтому женщине надо его постоянно как бы поднимать в глазах окружающих, что он не Альфонс, нет, нет, мы по любви, и вот она свой весь ресурс тратит на этих мужчин, молодых, деньги одевает, его обувает, там, квартиры покупает, и я давно уже хотела сделать это видео, и тут вот был прямой эфир у нас, и есть такая блогер в Нельзя Грамме, Ирина Лило, ну, раз уж мы озвучили там ее имя, фамилию, то я уж скажу о ней, хотя не люблю такое делать, знаете, кого-то обсуждать, но как пример, еще для меня это был такой пример, я на ее примере вообще превратилась в хейтера первый раз в жизни, в такого рьяного, и вкратце скажу, что она жила в Австралии, у нее был такой очень большой полный муж, она уехала из Сибири, замуж, видимо, не могла выйти, и вот, чилийцы написала, она уехала, в общем, полмира с ним объездила, трех детей родила, завела блок, у нее блок стал расти-расти, естественно, появились деньги, и она как бы решила, что у нее муж и фигня полная, и она переехала от него, и приехала в Москву, и что меня задело, то, что она стала говорить, что полная Г, эти иностранцы, не выходите, девчонки, замуж, они вообще полный отстой, и меня это так задело, потому что это говорит человек, который сейчас владеет там двумя языками, английским, английским, там еще какой-то выучила, потому что она в некоторых странах жива не по году, по два года, она имеет паспорт, с которым она может ездить по всему миру, дети у нее с иностранными языками, повидали весь мир, и знаете, и говорит нашим женщинам, что не делайте этого, они, мужики, эти иностранцы, полный отстой, а у нее же большая аудитория, она как бы лидер мнений, и люди-то смотрят на нее, о, точно, вернулась, не, не пойдем, девки, мы замуж за иностранца, будем искать в России, и я когда смотрю, думаю, так ты, и не была даже замужем-то в России, ты даже не знаешь обстановку, в принципе, потому что она ни разу замужем не была, и почему она поехала в Чили, потому что, видимо, у нее ничего не складывалось, но она уже об этом забыла за 20 с лишним лет проживания за границей, и вот она приехала в Россию с детьми, и пошла на сайт знакомств, я такая сижу, думаю, интересно, кого это она найдет, и она там, ой, лучше, чем в России, нет мужчин, тыры-пыры-растопыры, и потом раз, и находит себе мужчину, я еще думаю, чью-то, кого это она нашла, ну, потому что, понимаете, когда ты в таком статусе, по сути, тебе вообще очень сложно найти мужчину, когда у тебя есть деньги, дом, ты обеспеченная, там, у тебя столько реклам из московских, как бы, ты звездень, которая очень хорошо зарабатывает, и поэтому найти по уровню такого же мужчину, ну, сложно, согласитесь, а когда ты находишь мужчину не твоего уровня, то, понятное дело, что нормальный мужчина будет себя чувствовать альфонцем, и вот, и она, короче говоря, все влюбилась, нашла, и вот, я тоже подождала какое-то время, и началось, в общем, успешный он у нее, бизнесмен, и эрудированный человек, и самое главное, на 5 лет ее младше, и вот этим она нам стала в каждом посте прямо акцент делать, а, и еще такие мужчины, они, как всегда, из спортзала все, они всегда накачаны, им же надо себя продавать, как женщина продает молодость, ну, так обзовем, мужчина продает всегда свое тело альфонс, потому что это тоже хорошо покупается, особенно у женщин, которые постарше, можно себя выгодно продать, вот так скажем, такие мужчины, они очень много посвящают спорту, делая свою фигуру, я нашла на 5 лет, на 5 лет младше, молодого, красивого, вот такой вот он, посмотрите, красавец, и все прочего, и потом стала нам продавать курс, он ведет онлайн курс, как познакомиться с таким мужчиной, как он, она ему пригнала своих этих фолловеров, подписчиков, и вот он нам давай прогонять, как найти такого мужчину, я думаю, а что его искать-то эти альфонсы, их на сайтах знаком, сидит куча, немеренная, и все, ну, думаю, ну, ладно, бог с ним, пусть расскажет женщинам, как найти такого альфонса, потому что там все женщины, боже мой, Ирина, где ж найти такого, где ж найти такого, а потом началось, она показывает камеру, и он сидит у окна, что-то чистит, и она подходит к нему, а он ее кроссовок чистит белый, и она говорит ему что-то, он поворачивается, и рекламирует крем для чистки обуви, ну, там какой-то сетевой компании, видимо, и говорит, вот, смотрите, как я квасно чищу, а она стоит и говорит, ой, вот посмотрите, какая у нас любовь, обувь мне зашнуровывает, ботинки чистит, я когда это увидела, думаю, какой нормальный бизнесмен будет вот этим, друзья, заниматься, естественно, что у него нету ни работы, ничего, какая-то там, однокомнатная квартира в Москве, в ипотеке, она ему купила машину, стала возить на все эти дорогущие курорты, и все, и я поняла, что меня стало трясти от этого, я не могу это смотреть, а самое главное, так обидно за женщин, что она им отрезала путь за границу, и вот эту фигню прогоняет, и я отписалась от нее, и думаю, да нафиг, я себе буду нервы портить, еще думать о ней день и ночь, и вот тут я поняла, что нифига себе, так ведь можно все здоровье потерять, если ты смотришь человека, который тебя бесит, так что еще раз говорю, отпишитесь от меня те, кто меня смотрит и вас трясет, вы портите только себе здоровье, я отписалась и забыла про нее, и тут, когда был прямой эфир, у нас что-то опять зашел, разговор о мужиках, как всегда, и мне девчонки-то написали, что оказывается, она его выгнала, потому что, понятное дело, что он оказался этим матерым альфонсом, ну год или сколько они прожили, он попользовался ее славой, подписчиков она ему пригнала, открыла аккаунт, в общем, он с подписчиками ушел, ну короче говоря, он приобрел себе нормально так, но она получила, она только себя растрачивала, потому что она старалась, чтобы он работу какую-то, она ему старалась работу, да, свою дать, она могла бы сама это прорекламировать, и деньги на себя, и на детей потратить, но она ведь ему машину покупать, чтобы нам показать, вот посмотрите, он не альфонс машину вот купил, понятно, что не он ее купил, она ему квартиру, там наверное обставила, и понимаете, ее ресурс стал уходить, на вот этого молодого мужчину, и она стала себя тоже растрачивать, деньги, время, свое эмоциональное состояние, получается, она растрачивала, вот на молодого мужчину, и в итоге мне девчонки написали, что она его выпендрила, вот смотрите, что я еще заметила, что когда у женщин, мужчина, допустим, какое-то время старше их, ну опять же возьмем Королеву, да, с Игорем Николаевым, то вот видимо, все равно есть какая-то физиологическая потребность, пока ты еще молодой, тебе хочется молодого тела, тебе не хочется все равно спать с пожилым мужчиной, и ты можешь себя оправдывать, можешь там что-то внушать себе постоянно, но как показывает нам практика, вот эти женщины, они какое-то время живут с такими мужчинами, а потом они набрасываются на качков, вот правда, как оголодавшие, взять ту же Наташу Королеву, она нашла вот себе такого, да, мужчину, это блогера из инстаграма, также она тоже накинулась на молодого мужчину, такое ощущение, что вот когда живут с такими, ну, как не секси мужчинами, вот так вот скажу, не секси, то получается, что видимо, даже какой-то еще внутренний идет конфликт у этих женщин, что, блин, я должна доказать, не только себе, но и всем окружающим, что я могу жить не только с таким мужчиной, не секси, на меня и вот такие смотрят, посмотрите, и у женщин, также какому-то возрасту определенному, видимо, так же, как мужчины думают, что у меня молодой вот этой жизни, активной-то осталось тут немного, да, ну, допустим, 40 лет вот мне, и я такая думаю, сейчас будет 50-10 лет у меня там еще вот такой классной, активной жизни впереди, и я что должна потратить вот на какого-то не секси мужчину, я тоже хочу попробовать с классным мужиком, да, пожить, вот и набрасываются вот на таких мужчин, тоже прямо как закономерность, потому что, естественно, любому такому мужчине очень сложно удержать женщину, ее обычно удерживают деньгами, когда мужчина пожилой и не секси, деньгами, детей там родить, ну, вот как бы тоже свои рычаги управления, это самые реальные, чем ты еще удержишь? Молодостью своей? Тестостероном? Нет. И также у мужчин, когда они моложе, они какое-то время живут с женщинами, которые их старше, и потом их тоже, наверное, срывает на молодых, потому что все хотят получить энергию молодости. Но вот эти мужчины, которые пожили с женщинами, которые старше, про них, как правило, согласитесь, никто даже потом не вспоминает. Они что-то ходят там по этим шоу, ну, вот как у Лолиты, как у Лолиты Милявской и у многих других. Они уходят, и как-то к ним-то это уже не пристает, что он был мужем Лолиты Милявской. Они больше не могут двигаться по жизни, потому что эти женщины уходят от них, они как были никем, так и остались. Мне кажется, они все как-то затухают. Они не могут от женщин взять то, что берут молодые женщины от мужчин. Еще так интересно, когда слушаешь пожилых женщин, которые там урвали себе молодых мужиков, и они почему-то все как одна начинают говорить, ой, там спрашивают, а у вас не чувствуется возраст? И они всегда, ой, да вы что, он еще старше меня и по умственному развитию, и по жизненному опыту. Я как девочка с ним, как девочка. Я чувствую себя, как будто бы я даже младше его. Хотя я там старше на 10, на 15 лет, но как ты можешь чувствовать себя младше его? Что нам вот эту вот ерунду прогонять? Понятно, что приходится из себя строить дурочку, без жизненного опыта. Ой, это не могу сделать, это не могу сделать, потому что ты всегда, в такой разнице, ты всегда будешь в статусе мамы. На тебя невозможно по-другому посмотреть, ты все равно будешь выглядеть, как мама этого мальчика. И поэтому тут нужно вот ломать комедию и прикидываться маленькой девочкой, которая вот даже младше своего партнера, выгляжу я. И вот когда это слушаешь, и знаете, лучше промолчать. Слушала интервью Татьяны Булановой, и вот она сейчас такой же ерундой занимается. Рассказывала нам, как она себя чувствует совсем молодой девочкой по сравнению со своим мужем, который младше ее там на 20 лет. Ну вот лучше ничего не говорить, да? Господи, ради Бога, они живут счастливо, довольны друг другом, пусть они долго продлиться. Вот эту ерунду нам прогонять, девочек маленьких из себя строить, знаете, лучше этого не делать. Живите счастливо, молча, вот в таких браках, потому что нам вообще вот это вот не надо нам показывать, насколько у вас классный партнер, и какой он успешный, и какой он супер классный. Мы это все увидим со временем. Время все расставить на свои места, и все нам покажут. Живите, наслаждайтесь друг другом. Но нам лапшу не вешайте. Ну, как бы понятно, да, я объяснила. Вот мне почему-то показалось, что эта возрастную женщину этот молодой распотрошит по всем важным ее жизненным областям. Он отовсюду у нее все выкинет. Из кошелька, из морального состояния, из общества он будет у нее забирать там друзей, тоже вот это все. И она как бы опустошенная будет все время. Если даже она была на подъеме, он это все у нее будет забирать. Она сама будет это отдавать. Она вынуждена это сделать. А вот когда мужчина старше намного, то там и женщине он дает много что. И сам цветет и пахнет, и творит. Вот скажите, вы такое замечали или нет? Мне интересно. Может, у вас тоже какие-то примеры есть. Ну все, всем пока. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok